О масштабах возгорания можно было судить по клубам дыма. За пожаром в районе горы Батарейка сегодня наблюдали из разных уголков города. Дом на Пионерской 55 загорелся около 9 утра. Жильцы проснулись от громкого отрезка и крика соседей. Здесь проживает сразу несколько семей. Хозяин четырехэтажного домовладения сдавал комнаты в найм. Квартиросъемщики, не дожидаясь пожарных, с пламенем начали бороться своими силами. Без травм не обошлось. В процессе там что-то взорвалось. То ли дверная рама, то ли оконная рама зацепила. Спасти, правда, ничего не получилось. Пока его соседи не вытащили. В одиночку пытался пока тушить. Увы, к сожалению, не получилось. Я выбежал, увидел человека, который тушит пожар. Начал помогать ему. Тушили мы где-то минут, наверное, 15. Пока вызывали пожарных. Время шло, а толку никакого не было. Вогонь все больше разгорался, разгорался. Вогонь уже начал распространяться на нижний этаж. Снизу начало все гореть. Спали, я не знаю, женщина сверху закричала, горим. Мы все выскочили, одели, что попало, и все. Все осталось там. Вот, все сгорело. Я сверху вижу, комната полностью у нас выгорела полностью. Ничего не осталось. Успели выскочить, и слава богу, все живые. Звонок на номер 01 поступил в 9.18. Сначала к месту выехали два пожарных расчета и два мотоцикла быстрого реагирования. Оценив масштабы пожара, спасатели центрального района вызвали дополнительные силы из Хостинского района и Мамайки. Сложность у огнеборцев возникли с самого начала, и не только из-за узких улиц. Чтобы добраться до пожарных гидрантов, пришлось разбивать асфальт. Эпицентр же пожара был обнаружен на чердаке четырехэтажного дома. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении. Пожар потушили в 11 часов 17 минут. Погибших и пострадавших на пожаре нет. В Верхней Беранде пожар сейчас идет, тоже горит двухэтажный дом, частный, жилой. Пожары постоянно у нас. Обогреватели, печное отопление. Все больше из-за того, что люди отапливаются. Это зима. У нас зима, и сюда пожаров чуть-чуть больше. В первую очередь пострадала крыша дома. Вот так она выглядела до ЧП. В итоге пожар охватил 300 квадратных метров. Что же касается пострадавших, то сейчас для них задача максимум – до вечера найти новое жилье. Многие из них в Сочи приехали на заработки из других регионов страны.